Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шары. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работал в Туле, как удачнил глава региона у себя в телеграм-канале. Там он провел комиссию госсовета по направлению промышленность. На заседании изучили лучшие практики развития субъекта. Также в Тулу отправилась делегация правительства Самарской области. Место, которое пронизано историей и гордостью за наших предков, в Самаре в 2025 году планирует благоустроить Парк Победы. Планы обсудили на выездном совещании, которое провел исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. Что появится на территории в преддверии юбилея Победы, узнала Полина Чулякова. Парк Победы – одна из основных площадок Самары, где планируются торжественные мероприятия, посвященные празднованию юбилея Великой Победы. Здесь есть многочисленные мемориальные комплексы, памятники, постаменты, экспозиция военной техники, которую весной подготовят к торжественной дате. На выездном совещании временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков обсудил с директором МАУ Парки Самары Константином Улановым развитие Парка Победы и его подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здесь получается такая связь поколений, связь защитников Отечества. Этот парк в любом случае станет определенным символом для наших воинов, кто сегодня с оружием в руках защищает нашу мирную жизнь. Парк надо содержать, парк должен жить, парк должен развиваться. Развиваться именно в той концепции, что это Парк Победы. Не парк развлечений, а именно Парк Победы. Также Иван Носков отметил, что на перспективу необходимо подготовить площадку для установки в парке памятника участникам СВО. Сам памятник обсудят с Советом ветеранов СВО. В 2025 году реконструируют фонтаны, обустроят искусственное озеро, благоустроят центральные аллеи со стороны улиц Аэродромной и Энтузиастов, площадь возле Вечного Огня. Особое внимание уделят мемориальному комплексу с именами куйбышевцев, участников Парада Победы в 1945 году на Красной площади в Москве. Главный мемориальный комплекс парка был открыт в 1998 году. Основания мемориального комплекса и стена неоднократно ремонтировались, но без реконструкции разрушение стены, на которой размещены тяжелые гранитные доски с металлическими надписями, может продолжиться, в том числе при смене температур воздуха. Поэтому к работам по реконструкции планируется приступить в начале следующего года. В первую очередь подрядчик произведет демонтаж старой подпорной стенки. На время реконструкции все гранитные доски бережно передадут в один из городских музеев. При монтаже комплекса установят новое панно-борельеф, на котором изображены в том числе маршала Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. В этом году МАУ парки Самары реализовала работы по текущему ремонту объектов парка. В этом году мы локальные объекты обновляли, обновляли покрытие детской площадки, потом открытую сцену, косметический ремонт выполнили. И сейчас завершаем работы по ремонту стационарного туалета. Кроме того, в текущем году завершено строительство вечного огня. В ближайшее время он начнет полностью функционировать. Полина Чулякова, Константин Головин. События. Память, воплощенная в мраморе. В Самаре установили памятную доску народному любимцу, легендарному барду, актеру театра и кино Владимиру Высоцкому. Мемориальная доска появилась на стене Дворца спорта, который сегодня носит имя барда. Что Высоцкий значит для Самары и как прошла церемония открытия, расскажет Полина Чулякова. Не отнять, как не вычерпать море. Он не любил, когда наполовину. Поэтому отдавался своему творчеству без остатка и пробовал себя во всем. Знаменитый бард – актер театра и кино. Человек, чьи песни знают и поют несколько поколений. В Самаре открыли мемориальную доску Владимиру Высоцкому. Впервые она появилась еще на старом здании Дворца спорта 27 лет назад. Тогда на открытии присутствовал сын барда. И вот теперь новое здание украсила мемориальная доска с обновленным текстом. Самое главное – это прежде всего память и дань тех людей, которые на протяжении уже долгого времени сохраняют отношение благородства по отношению к Владимиру Семеновичу Высоцкому. И увековечивают эту память в нашем городе, передают его новому молодому поколению. Во Дворце спорта 57 лет назад, 29 ноября, бард дал два концерта. Приезд Высоцкого в Куйбышев организовали члены городского молодежного клуба «62». В то время его участником был и Владимир Емец. Рассказывает, на концерт во Дворец спорта ходил вместе с мамой. Особенно ее тронули песни Высоцкого о войне. В тот день в зале, рассчитанном на 5000 человек, уместили 7000. Люди стояли и в проходах, и за кулисами. Это для нашего города и для области, это очень, ну как бы сказать, яркое явление и нужное. Но Высоцкий есть Высоцкий. Его любили, любят и будут любить. Это на самом деле народный певец. Счастье такое произошло, что я с ним общался, дарил фотографии ему свои. Также на открытии мемориальной доски поклонники творчества Высоцкого возложили цветы и услышали любимые песни. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Полина Чуликова, Валерий Майоров. События. В Самаре восстановят крышу дома Кочеткова. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области утвердило соответствующий документ. Памятник архитектуры построили в 19 веке. Он располагается по адресу Фрунзе, 60. Крыша здания пришла в негодность. Деревянные конструкции в некоторых местах замочены. Кровельные листы изъедены коррозией. И они плохо примыкают друг к другу. Покрытие шатра необходимо заменить. Требуется восстановить деревянный шпиль. В планах демонтировать покрытие кровли. Четырехглавого шатра со шпилем. Расчистить чердак от мусора. Заменить слуховые окна и частично существующие элементы кровли. Восстановить кирпичную кладку и водосточную систему. Как обезопасить себя зимой во время гололеда? Как правильно упасть, если поскользнулся? И после какого падения стоит проконсультироваться со специалистом? С наступлением холодов эти вопросы становятся вновь актуальными. Советы специалистов выслушала Полина Чулякова. Наступление зимы не только красивое, но и опасное время. На дорогах появляется наледь и гололед. Риск поскользнуться и получить травму возрастает. Такая неприятность случилась с Алиной Аникиной. Два года назад она поскользнулась на льду и получила травму. Тут в целом путь к остановке, он под склоном находится. И скользкий всегда. Я хороший сундук вообще, я учусь на программиста. И самое опасное – это падать и упасть на нынешний сундук. Но вот это случилось. Я упала и ударилась головой. Алина решила сразу обратиться к врачу. Оказалось, у нее сотрясение мозга. К счастью, не сильное. Девушки прописали покой в течение нескольких дней. Алина сделала вывод и теперь зимой крепят к обуви специальные резиновые скороходы. Специалисты рассказывают, самые частые травмы во время гололеда – ушибы и растяжения. Случаются и сотрясения мозга. Чтобы минимизировать возможность падения, стоит выбирать на зиму обувь с протекторной подошвой либо надевать антигололедные накладки. Также в плохую погоду лучше выйти заранее, чтобы не спешить и избегать мест с образованием наледи. А пожилым людям использовать дополнительные средства опоры. А если потерял равновесие – сгруппироваться. В случае падения первым делом необходимо оценить ситуацию наличия опасностей, потому что если вы упали на дорожной части, то первым делом необходимо покинуть проезжую часть. Если же вы упали на тротуаре, опасности нет. Необходимо оценить свое состояние. Если вы почувствовали, то при движении возникает выжженный болевой синдром или же движение совершить невозможно, то тогда необходимо позвать на помощь для того, чтобы вам вызвали скорую медицинскую помощь. Если же прохожих нет, то необходимо самому вызвать скорую медицинскую помощь, а после этого уже занять какое-то удобное положение, ожидать скорой помощи. В случае получения травмы не стоит заниматься самолечением. С виду безобидные ушибы могут оказаться серьезными травмами. Полина Чулякова, Николай Епифанов, Константин Головин. События. А теперь коротко о других темах дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре погиб пассажир данной машины. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Уточнили в региональном ГОМВД. В Самаре пациенту с электроожогом восстановили ткани лица. У пострадавшего были поражены боковая поверхность носа, нижние и верхние века, части лба и щечной области. Ткань удалось спасти. Хирургическое вмешательство осуществляли в цифровой операционной. Уточнили в пресс-службе сам ГМУ. На текущий момент пациент проходит реабилитацию, а через 4-5 дней отправится на реконструктивную операцию. На блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчик, подали в суд. Истец указала, что приобрела премиальный курс Чекалиной за 2 миллиона рублей. Вся суть проводимых консультаций сводилась к праздным беседам во время совместного чаепития, а также к продвижению третьих лиц для заключения с ними возмездных договоров, уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Заседание по делу о защите прав потребителя пройдет 11 декабря. Напомним, девушка родилась и выросла в Тольятти. Каждый второй самарец мечтает трудиться только 4 дня в неделю. Согласно данным опроса, который провел сервис по поиску работы, 68% респондентов уверены, что за это время смогут выполнить привычный объем профессиональных задач. Порядка 27% собеседников считают, что такое сокращение рабочих часов – плохая идея, ведь от этого может уменьшиться зарплата. В случае, если бы 4-х дневка стала возможной, то 26% опрошенных хотели бы провести этот день семьей, а 24% потратили бы его на полноценный отдых. Перед Новым годом рейсы из Самары в Дубай станут ежедневными. Количество перелетов увеличится с 25 декабря по 9 января. Отправляться самолеты из Самары будут в 5 часов 10 минут, а прибывать в Дубай – в 10 часов 10 минут. Полет будет длиться 5 часов, сообщили в пресс-службе аэропорта Курумыч. В России взлетели цены на аренду квартир. В среднем по стране студия стоит 40 тысяч, а трехкомнатные апартаменты – 100. Аренда квартиры – дорогое удовольствие уже не первый год. Ценник растет вслед за ростом инфляции. Только за третий квартал этого года аренда выросла на 17%, сообщают аналитики. Это меньше, чем в тот же период прошлого года, когда аренда в мегаполисах подорожала на 23%. При этом уже в сентябре началось сезонное охлаждение спроса. Вырос средний срок, экспозиции объявлений уменьшились просмотры. Вслед за снижением спроса с октября стоимость аренды начала снижаться в половине крупных городов России. В Москве – 5%, в Самаре – 14%, в Сочи – Калуге – 13%, в Ставрополе – 11%, в Тюмени – 10%. Однако, уверены аналитики, сезонное охлаждение лишь немного задержит рост, который в будущем продолжится. Повысить эффективность работы, сократить издержки и улучшить качество. Сегодня технологии искусственного интеллекта активно внедряются во многие сферы жизнедеятельности человека. Эксперты рассказали о перспективах развития искусственного интеллекта, о формах и способах внедрения технологии в решение повседневных задач в сфере юриспруденции. В обучающем семинаре приняли участие юристы, работающие в органах публичной власти Самарской области. Подробности в нашем материале. Найти ответы на вопросы, сочинить текст, исполнить песню и смоделировать любую ситуацию. Сегодня нейросеть – одно из самых динамично развивающихся направлений. Сейчас технологии искусственного интеллекта развиваются очень быстро. Можно сказать, что буквально каждые полгода происходит какой-то новый скачок, новые изменения. Сегодня технологии искусственного интеллекта активно применяют во многих областях науки. Например, материаловедение и биомедицине. Нейросети осваивают и работники гуманитарных специальностей. Наверное, искусственный интеллект наиболее важен в таком области знаний, как экономика. Потому что строить сложные экономические модели можно, опираясь на большие объемы уже накопленных данных. Применение в журналистике, в филологии и в том числе, допустим, в ревспруденции возможно пока на событийном уровне для автоматизации каких-то процессов, для аннотирования текстов, для подготовки первичных каких-то документов. Элементы интеллектуальных систем уже сегодня используют в сфере организации и проведения торгов на закупку товаров, работ, услуг в госсекторе. Вся документация проходит через электронную платформу, но анализируют документы люди. Увидел один спор, который рассматривался уже федеральной интеллектуальной службой, когда площадка, то есть это та же самая фактически интеллектуальная система, где участники подают свои ценовые предложения, допустила сбой. То есть не был заложен тот алгоритм, который изначально предполагал бы отсутствие злоупотребления со стороны участника. И машина, она не смогла его заметить. Применение искусственного интеллекта в юриспруденции может помочь решить рутинные задачи, составить шаблонные документы и ускорить поиски нужной информации. Так случается, что большинство задач, которые мы решаем, они все равно где-то кем-то когда-то решались. И в этом смысле искусственный интеллект может помочь найти эту информацию, помочь найти судебные решения, аналогичное дело, чтобы что-то из него почерпнуть и использовать во благо. Участникам обучающего семинара рассказали о способах использования цифровых технологий и нейросетей в работе. После теоретической части собравшиеся могли опробовать теорию на практике. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Самарский комитет семей воинов Отечества отметил двухлетие. Жены ветеранов и участников СВО встретились со студентами Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Все это время они вместе помогали бойцам в зоне СВО. А в этот раз дружно приготовили пиццу и обсудили дальнейшее сотрудничество. Наш корреспондент расскажет подробности. У Екатерины Цветновой супруг не первый год находится в зоне специальной военной операции. Кадровый офицер, не задумываясь, пошел защищать родину. Жена тоже в стороне не осталась. Вступила в комитет семей воинов Отечества. Второй день рождения организации супруги ветеранов и участников СВО решили отметить вместе. В колледже сервисных технологий дизайна со студентами кулинарного отделения приготовили пиццу. У каждой был свой ферменный рецепт. По такому же принципу мы шли, стараясь как-то придерживаться более-менее классики чем-то, чего-то того, к чему, собственно, привыкли, наверное, в каждом доме. Она уже вошла как такое быстрое, какое-то, но вкусное блюдо. С любовью, нашептывая, чтобы всем во благо, во здоровье. Колледж сервисных технологий дизайна для комитета семей воинов Отечества стал вторым домом. За пару лет плодотворного сотрудничества удалось реализовать множество социальных проектов. Студенты шьют одежду и головные уборы для участников СВО. Плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и чехлы для печек. Они давно отправили защитникам Отечества больше тонны квашеной капусты собственного производства. Этот вклад с первого дня мы с командой комитета постоянно делаем с учетом наших профессиональных навыков студенты, ну и, конечно, социальной активной позиции, потому что, во-первых, мы много занимаемся, но много это не бывает, патриотическим воспитанием. Во-вторых, мы ценим, поддерживаем, как можем, любим наших героев и героев наших семей. Колледж с первых дней СВО превратился в областной штаб сбора гуманитарной помощи. Взял под опеку семьи ветеранов. Сейчас их 36. Это, я думаю, важно абсолютно для всех. Как и для нас, для женщин, которым хочется иногда выйти в свет, так и для студентов в рамках патриотического воспитания. За вкусным завтраком волонтеры рассказали о своей работе, а жены ветеранов поделились опытом жизни без мужей. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский, События. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Чуть больше месяца осталось до самого любимого праздника россиян – Нового года. Самарцы рассказали, как они его отмечают. Как обычно, салат под шубой, с легким паром. А в этот год я решила, еще, оказывается, я узнала, что будет трансляция балета «Щелкунчика» с «Большого» в Москве. Ну, так как я хотела бы сходить в нашу оперу, но что-то как-то не подсуетилась. Ну, вот в этом году решила посмотреть трансляцию. Как всегда, обмен подарками, игры настольные. И все, созвон с родственниками. Как обычно. Цветы, шампанское, шоколад. Так как у меня день рождения на Новый год, семья собирается у меня. По настроению и по ситуации. Мы последние два года дома вообще никуда даже не ходили вдвоем с дочерью. В основном мы собираемся с родственниками. Иногда ходим в баню в этот день. А так, ну, в этом году будем вдвоем. Конечно, Новый год – это семейный праздник. И, безусловно, мы всегда стараемся собраться в кругу семьи, в большим, так сказать, нашим, да, семейным кругом. Обязательно у нас есть свой ритуал. Мы встречаем Новый год. Обязательно, чтобы был камин. У нас это, да, есть такое, так сказать, наше небольшое. Это еще идет далеко из детства, когда еще камин. Знаете, в детстве он был такой, как искусственный, да, как у Баратино в мультике, в сказке. Но вот мы его воплотили в реальность, поэтому у нас вот теперь камин – это наша неотъемлемая обязательная часть. Ну, конечно, в 12 часов мы загадываем всегда желания, поздравляем друг друга. Студенты Самарской области выбирают здоровый образ жизни. Команда вузов сразились за места на пьедестале почета в спартанских играх. А самарским и тольяттинским профессионалам хоккея и футбола только предстоят спортивные баталии. Подробности в нашей спортивной рубрике. Тольяттинская хоккейная «Лада» сегодня в 20.30 сыграет в Москве на аренам «Этищи» с китайским клубом «Кунь-Лунь» «Ред Стар». Автозаводцы восточной конференции занимают 10-е место из 12-ти. Красная звезда на Западе в таком же незавидном положении. Оба клуба континентальной хоккейной лиги пока находятся вне зоны плей-офф Кубка Гагарина. ЦСКА ВВС «Ледж» завершили подготовку к последнему этапу всероссийских соревнований по слэш-хоккею среди любителей. Команда ветеранов СВО и участников боевых действий отправится в Держинск. 30 ноября начнется двухдневный турнир на призы хоккейного клуба «Торпеда». В Самаре прошли спартанские игры. В МТЛ-арене состоялся фестиваль среди 12 вузовских команд. Нужно было пройти несколько спортивных станций. Надувные лыжи и ворота, кольце-брус, футбольный дартс, «Беличье колесо», «Забег сумаистов» и «Путь спартанца». В итоге золотые медали у Тольяттинского государственного университета «Серебро», у Самарского государственного технического университета «Бронзу» завоевал Самарский юридический институт в СИН России. Едем на футбол. Тольяттинский «Акрон» встречается с Оренбургом 30 ноября в субботу в 3 часа дня. Добраться на стадион Самара-Арена можно на трансфере от торгового центра «Паркхаус». Два автобуса отправятся в 11.30. В это же время еще один автобус стартанет от ДК «Тольятти». Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков в телеграм-канале сообщает, что на этой неделе встретился с жителями улиц Дачной и Циолковского, которые обратились к нему через соцсети. Жительница улицы Дачной просила отремонтировать дорогу от Пензенской до Чернореченской, обустроить тротуары. Иван Носков сообщил, что проектно-сметные документы на капремонт дороги уже готовы. Сейчас под дорогой ресурсоснабжающая организация обновляет участок водовода. Работы почти завершены. Дому номер 7 по проспекту Циолковского нужен капремонт фасада. Фондом капремонта он запланирован на 2031-33 годы. Но у жителей есть возможность перенести его на более ранний срок. Для этого необходимо обеспечить собираемость средств на капремонт не менее 97%. В этом доме собираемость чуть ниже. Иван Носков призвал жителей активнее оплачивать капремонт. МЦУ «Самары» на связи с населением на улице Ставропольской убрали мусор с придомовой территории. Электронная платформа «Инцидент-менеджмент» непрерывно мониторит социальные сети и фиксирует вопросы и замечения граждан в адрес органов власти. Так, в одном из пабликов в социальных сетях жители сообщили, что на улице Ставропольской 98 корпус 1 накопился мусор, который никто не убирает. Администрация промышленного района адресовала обращение управляющей организации. В тот же день дворники УК навели порядок на территории. В Самаре стартует конкурс на лучшее оформление, сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской. Внести свой вклад в праздничное преображение города могут все. В этом году конкурс будет проводиться по нескольким номинациям в два этапа – районный и городской. Районный этап начнется 1 декабря и продлится до 25-го. Его победители будут представлены на городском уровне. Члены конкурсной комиссии путем открытого голосования определят призеров по нескольким номинациям. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok